Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Полуостров свободы, рока и народного фольклора – так можно было назвать атамань в минувшие выходные дни. 9 августа в России отметили День физкультурника. Сейчас обо всем подробнее. Полуостров свободы, рока и народного фольклора – так можно было назвать атамань в эти выходные дни. Многочисленных гостей музей под открытым небом не остановил летний зной. Сюда ехали за впечатлениями и открытиями. И атамань оправдал ожидания. Жарким во всех смыслах выдался этот день в атамане, когда выбирали горную молодычку. Сразу на нескольких сценах одновременно творческие коллективы из 44 городов и районов края представляли своих претенденток на это звание в инсценированных программах. Узнать участниц конкурса можно было по ленте, а выбрать – по умению быть приветливой и рачительной хозяйкой. Что ни говори, а артистка и мудрая молодычка должна была быть обязательно. Жизнь подбрасывает ситуации. Вот их и обыгрывали. На вопрос жюри, кто считался на Кубани молодычкой, ответили не все участницы. Мало кто знал, что в этом звании казачка пребывала до 40 лет. Но для того и фестивали атамань собирают, чтобы к познанию народных традиций приобщить и вспомнить народные рецепты. Недаром в хату винодела шли толпы отдыхающих. Гостей здесь все три праздничных дня знатно угощали пирожками. У жаркой печи гостей встречала и наша претендентка на звание гарной молодычки, солистка ансамбля «Зорница» и участница всероссийского и анапского конкурсов «Невест» Надежда Кривошеева. Она завоевала звание сапфировой и бриллиантовой невесты и приехала на конкурс со своей семьей. Этот год выдался годом семьи. Я начала его с торжества свадьбы, потом мы победили в Анапе. А в мае месяце мы целую неделю представляли в Красноярске, в Северии, наше замечательное Анапу. Все мы очень полюбились, нас признали самой лучшей парой и дали нам приз зрительских симпатий. Концертную программу «Надежды» смотрели на Анапской площадке на бис несколько раз. Коллектив разыгрывал по ролям звание важнейшее в судьбе большой казачьей семьи. Юрий Цыганок хорош был в роли отца, Елена Тихонова в роли мамы. Не обошлось выступление и без коня, казачью семью без него не представить. Смастерили его своими руками, как и сувениры обереги для гостей. Мы сделали такую лошадку, но она нам не только как талисман служит, но и в творческой деятельности. Подворье в эти дни вообще была словно одна большая семья. Фото на память, песни на заваленке. Наша надежда, отмеченная в числе семи лучших казачек, а гарной молодычкой, назвали в этот день Галину из Тимошевска. Кубанское застолье, разносолы лучших кубанских хозяек любому поводу представляли на Атамании на второй день. На подворье Анапы учили печь пирожки всех желающих. Андрей из Тольятти на мастер-классе был единственным мужчиной, пожелавшим узнать секрет кубанских пирожков с картошкой. А на конкурс Анапское подворье и Винограднинский дом культуры готовили свадебный кулеш. В концертной программе рассказали, из чего его готовят. Для начала сало жарим, а как хорошо пришкварим, то в казан его кидаем. И, конечно, добавляем лук, морковку и чеснок. Наш волшебный казанок сварит даже топорок. Кидай, дочечка, и топор туда. Пусть наварить тебе будет наш кубанский кулешочек. Атамань в этот день встречала хлебом с солью и 16-й международный фестиваль байкеров. Не минай нас, дружи, в Атамане казаченьки будут рады дюржи. Съехались они на полуостров со всей страны. Оценили хлебосольство казачьи и таланты, продемонстрировали и своих коней. Зрелище это было впечатляющим. Но главное событие ждало гостей фестиваля вечером на концерте рока. И в продолжение темы. Впервые гостеприимная Атамань встречала на своей земле участников байк-фестиваля. На музыкальное событие, торжественное открытие которого состоялось вечером 8 августа, съехались байкеры из России, ближнего и дальнего зарубежья. На сценических площадках выступили 18 рок-групп. Кавказские горы, море, столики, на природе, байки. На сцене играли рок-команды. В атмосфере праздника прошло открытие байк-фестиваля. Впервые мероприятие состоялось в Атамане. Место проведения выбрали не случайно. Мы смогли совместить культуру байкеров. Мы смогли совместить все музыкальные форматы. В основном это рок-направление. Мы также смогли совместить в себе клубную музыку, которая есть. Самое главное, то, что у нас есть, это прекрасная территория. Когда мы увидели вот эту территорию, увидели прекрасные российские берега, Крым. Мы решили, что надо сделать так, чтобы Кубань слышал Крым. Команды, выступающие на сцене, слышно издалека. Группы участвовали в проекте «Молодая гвардия». И 70 команд прошли только 18. Организаторы пригласили знаменитых исполнителей. Наргиз Закирова, Александра Иванова, группу «Ронда». На байк-фестивале особая атмосфера. Очень яркие, очень красочные. Поэтому не то, что ожидания, а есть стопроцентная уверенность, что будет классный, обалденный фестиваль. Зрители увидят железных коней из России, ближнего и дальнего зарубежья. Общение, рассказы о двухколесном транспорте, обмен опытом – лишь малая часть программы фестиваля. Общение, позитивного настроения. Это, знаете, как встреча старых друзей, так сказать. Ну, как дружок по интересам, как хотите можно назвать. Это такой маленький семейный слет, в общем. Во время фестиваля участники живут в палатках на одной территории. Байкеры отвечают на вопросы зрителей, рассказывают о двухколесных друзьях. Попробовать свои силы в мотоспорте можно на фестивале. На аттракционе сделать трюк, встать на заднее колесо. Задумка идет с Америки, но наш русский мотоциклист с Москвы упростил конструкцию и запатентовал. Мы с ребятами купили мотоцикл, по его чертежам собрали конструкцию и все. На фестивале много зрителей. Пришли посмотреть на технику трюки. Тоже окунулись в атмосферу байк-шоу. Знаете, он какой-то особенный. Знаете, подходит песня «Ария» «Я свободен». Это здорово, это красиво, это классно, но страшно. Поэтому, ну вот, посмотреть вблизи, посмотреть на мастерство байкеров, вот это вот хочется, да. А вот сесть на байк, это очень опасно. Блестящие байки, пыль от колес, запах бензина, выступления рок-команд, ощущение свободы и скорости. Это особая атмосфера байк-шоу. В течение трех дней на Атамань приехали более 10 тысяч байкеров. 9 августа Россия отметила День физкультурника. В праздничный день в Анапе прошли десятки спортивных мероприятий. Состязания, чествования спортсменов, показательные выступления лучших из лучших мастеров в городе и во всех сельских округах. Поскольку Анапа в первую очередь курортный город, соревнования открылись на центральном пляже, где на площадке возле реки Анапки прошли состязания по пляжному футболу и волейболу. Первенство города-курорта по пляжному волейболу и футболу, посвященное Дню физкультурника, организаторы сделали открытым в полном смысле этого слова. Во-первых, неограниченным возрастом участников. Во-вторых, географией команд участниц. Заявки подали спортсмены даже с Урала. Ранним утром на специальные спортплощадки в Усть-Анапке за победу боролись футбольные клубы Анапы и Крымска, пляжники и Витязь. Победители турнира – наши соседи-крымчане. У наших команд пляжники и Анапа, соответственно, второе и третье места. Среди волейбольных команд, желающих побороться за кубки, нашлось немало – 16 команд. Я очень рада, что вы ведете активный образ жизни. И мы его будем поддерживать всегда. Приходите, играйте, соревнуйтесь. Судейство обеспечивали тренеры Наталья Чирикова и Алексей Булгаков. А награждение – представители молодых депутатов Анапы Светланы Хижняк. Девочки-анапчанки лишь на пятом месте. Кубок победителей увезут волейболистки Перми. Зато юноши и мужчины-анапчане заняли весь пьедестал почета. Первое место у Андрея Гладкова и Дмитрия Радайкина из спортклуба «Наследники Жукова». Второе место у ветеранов волейбола Сергея Тарасенко и Виктора Куликова. А на третьем – воспитанники спортивной школы номер 10 – Александр Магась и Александр Одинцов. Эстафету волейболистов вскоре подхватила театральная площадь. Можно сказать, что из театральной она превратилась в спортивную. На торжественном открытии праздника анапчаных гостей курорта поздравил заместитель главы Сергей Козлов. Второй вопрос жизни – это прежде всего спорт. Это всего занятие физическим трудом. Это развивает умственные способности. И самое главное – в этом возрасте человек молодой, человек, который занимается спортом, независимо профессионалом или просто любитель, это дает многое. Это наше здоровое поколение, здоровое поколение нации. Наградили директоров и тренеров спортивных школ Анапы, а также ребят, показавших в этом году высокие спортивные результаты и достижения. Среди них воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 4 – Санвел Бабиньян и Дина Воронина, успешно выступающие на соревнованиях всероссийского и международного уровня по самбо и дзюдо. Я пришла, просто хотела посмотреть что-то за вид спорта. Мне понравилось, я начала заниматься, потом начались достижения разные. И вот так вот я стала заниматься. Пожелать хочу, чтобы не баловались на тренировках, потому что без этого не достичь, если хорошо себя вести не будете. Последнее соревнование был Кубок Европы в Твери. Ну, там выступил не так, как хотел, не на таком уровне. Но все равно готовлюсь на следующий год. Перехожу в другую возрастную категорию до 21 года. Ну, и надеюсь, что там тоже будет результат. Здесь же на театральной площади провели фестиваль современных молодежных видов спорта «Продвижение». Соревнования по паркуру проводились на необычной, единственной в крае площадке. Это уникальная площадка, аналогов России она сейчас не имеет. Вот с февраля месяца мы активно тренируемся и выезжаем с этой площадкой на разные паркур-фестивали. В программе соревнований были кроссфит, паркур, силовое жонглирование, воркаут и уличный фитнес. Также на театральной площади состязались дартси, стритболи и шахматах. Поучаствовать и показать свое спортивное мастерство могли все желающие. Организаторы столь грандиозного праздника сами ведут активный образ жизни и увлекаются спортом и туризмом. «Мы стараемся вести себя активно и это нам помогает во многих трудных ситуациях. Я думаю, что все, кто будет заниматься спортом, всегда ждет отличное настроение». А вечером на театральной площади состоялось торжественное награждение победителей всех соревнований. Им вручили грамоты, медали и памятные подарки. Каждой из десяти анапских спортивных школ есть чем гордиться. Мастерами спорта, чемпионами, призерами всероссийских и международных соревнований. Почетной грамотой главы города-курорта Анапы Сергея Сергеева в этот праздничный день были награждены и спортсмены, которые своими успехами ежегодно прославляют наш курорт во всем мире, и тренеры, которые готовят их к новым победам, и директора спортшколы, где воспитываются будущие чемпионы. Завершился грандиозный спортивный праздник на стадионе «Спартак», где состоялся товарищеский футбольный матч между командами ветеранов спорта. Городские забили два гола в ворота соперника уже в первом тайме. На 68-й минуте игры горожане укрепили лидерство, забив третий гол. Соперники районовцы ответили первым голом и практически сравняли счет к финальному свистку. 3-2 в пользу ветеранов города. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды, партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 12 августа в Анапе, облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью плюс 22-24 градуса тепла. Ветер переменный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова